Студенты, которые совсем недавно покинули школьную скамью, претендуют на самостоятельную жизнь. Но эта задача трудновыполнима при отсутствии дополнительной финансовой помощи. Алексей Алексеевич, подскажите, пожалуйста, существует ли какая-то поддержка от государства для студентов? Кто получает высшее образование, конечно же, государство старается всячески стимулировать данную деятельность. Есть целый ряд льгот, ну, в частности, есть менее значимые, более значимые. Во-первых, предоставлять доступ к культурным ценностям, к научным ценностям. Государственные муниципальные музеи обязаны предоставлять не менее чем раз в месяц доступ студентам бесплатно к музейной экспозиции, либо же устанавливать льготные категории для покупки билетов в эти учреждения. Кроме этого, в большинстве муниципалитетов устанавливается льготный или бесплатный проезд в общественном транспорте. Это зависит, опять же, от того или иного населенного пункта, но в основном эти льготы действуют. Отдельным аспектом, наверное, следует учесть финансовые возможности. Здесь две основные формы. Это, во-первых, возможность получения кредита на образование. То есть в России сейчас активно развиваются специализированные кредиты на получение образования. Они обычно выдаются по заниженной ставке от 3% и могут начинать оплачиваться уже после окончания обучения. И, кроме того, они выдаются на довольно длительные сроки, обычно это 10-15 лет и так далее. Кроме этого, имеется возможность компенсации затрат на обучение за счет уменьшения размера уплачиваемых налогов. То есть можно получить вычет по НДФЛ, опять же, если вы оплатили обучение в том или ином ВУЗе. И, кроме этого, конечно же, немаловажным и, наверное, наиболее принципиальным является возможность получения отсрочки от прохождения службы в армии. Это актуально для молодых людей, ну, соответственно, призывного возраста, которые должны эту обязанность выполнять.